Расскажите историю с самым непредсказуемым концом. Когда мне было 16 лет, отцу сделали операцию. Это была наследственная проблема, поэтому мы с братьями и сёстрами беспокоились не только за его здоровье, но и за свой потенциальный риск в будущем. Как-то вечером мои родители усадили нас за стол, чтобы поговорить. Мы догадывались, что речь пойдёт об операции отца. В комнате прямо физически ощущалось напряжение. И вот мама сообщает, что у нас никакого риска нет, потому что она родила нас при помощи ЭКО, а необходимый материал предоставил донор. У нас возле дома загадочно вырубили сирень. Целый год мы упрашивали снова её посадить. И наконец узнали, почему её вырубили. Так захотела женщина из ЖЭКО, потому что её дочке 17 лет. А сирень сулит безбрачия. Ехал в метро. Напротив сидела девушка. Вся такая аккуратная, в очках читает книжку «Интеллигенция». Не знает, наверное, что такое гаечный разводной ключ. Заходит дедок, стоит некоторое время над ней, а потом стучит ей по ноге грязным ботинком. И орёт чуть ли не на весь вагон. Проявила бы уважение, место уступила бы. Девушка поднимается и как выдаст. Уважение – это признание чьих-либо положительных качеств. А я проявлю сострадание. В наше время люди почти разучились так формулировать свои мысли. Купил все альбомы Челентано на 8 дисках. Не все песни оказались удачными. Решил нарезать самых лучших. Часов 8 прослушивал. Отбирал, сортировал. Последний диск оказался лучше от Челентано. Мой выбросов пал примерно на 80%. Сказал Жене спасибо за макароны по-флотски. Она обиделась. Оказалось, это паста карбонара. Летел из Индии домой в Италию. Зарегистрировал багаж. Прошёл все проверки. Уже подходил к выходу на посадку. Но тут по громкой связи назвали моё имя. Меня это испугало, но ещё больше сбило с толку. У самого выхода на посадку сотрудники аэропорта ещё раз проверили мой паспорт и попросили подождать. И тут я увидел, как мне навстречу идут два высоких охранника и женщина, одетая уж очень официально. Она попросила последовать за ней и спросила, есть ли у меня в багаже что-то запрещённое. Я сказал, что нет у меня ничего такого. Меня повели на какие-то нижние этажи, куда только персонал может заходить. И вот мы оказались в комнате с кучей багажа. Женщина показала рентгеновский снимок моей сумки на компьютере и указала на две большие шарообразные фигуры. Я завис, потому что не мог вспомнить, откуда у меня взялись два мяча. Затем меня попросили открыть сумку и все увидели два больших сушёных кокоса. Воцарилась тишина. Именно тогда я узнал, что кокосы нельзя провозить в багаже. Сотрудники извинились за беспокойство. Кокосы изъяли. Зашли с товарищем в бильярдную. Играем, никого не трогаем. Спустя некоторое время соседний стол занимает человек 10 молодых ребят и девчонок. Все активные, весёлые такие. Я не сразу понял, почему там так много действий, но тихо. Смотрю, а они все общаются на языке жестов. Только через 15 минут наблюдения за ними, я понял, что глухонемым из них был только один. Вот так бывает, оказывается. В моей жизни был период, когда жутко беспокоили головные боли. Кто-то из друзей даже напугал меня тем, что так могут всякие образования в мозгу проявляться. Недолго думая, пошёл в больницу. Спросил у охранника на входе, где неврологическое отделение. Он показал. В отделении заполнил бланк приёма и прождал целых два часа. Наконец-то врач назвал моё имя, я зашёл в кабинет. Доктор начал спрашивать о моих жалобах, и я рассказал, что мучаюсь от постоянных головных болей. Врач переспросил, головные боли? Тут я ничем не могу помочь. Я удивился, почему это? А он ответил, потому что это не неврологическое отделение, а урологическое. Именно в тот день я научился отличать неврологию от урологии. Ехала ночью в такси с мужиком лет 45-ти. Тут он сворачивает в непонятный район. В какие-то дебри и заезжает в гаражный кооператив. Я уже приготовилась ко всему, но сижу и молчу, боюсь слова сказать. Тут он останавливается, снимает очки и выдыхает. Поправляет зеркало в салоне, видит моё отражение и как заорёт. «Ты кто?» Оказалось, мужик просто задумался и приехал ставить машину в свой гараж. Заработался бедный. Рассказал мой друг. Пригласила его как-то девушка к своим родителям на выходные. Поселили их в разных спальнях. В первую же ночь друг решил сходить в туалет. Свет в уборной включать не стал, чтобы никому не помешать ненарокам. Очень тихо сел на унитаз. В какой-то момент дверь резко открывается, но свет не включается. В туалет вбегает мать девушки и практически усаживается парню на колени. Оба участника этой катастрофы в полном смущении мигом разбежались по своим комнатам. Работаю я в интернет-магазине. Покупатели в основном женщины. В начале деятельности одна дама из далёкого региона сделала оптовый заказ через сайт. И написала нам по электронке. «Когда отгрузите?» Уже оплатила по счёту. Просят прислать фото. Банки могут проводить оплату до трёх дней. Надо было добавить к фото слово «платежа». Не представляю, какие мысли были у нашей покупательницы, но заказ ей был нужен. Её ответ. «Странно, никогда раньше не просили. А во вложении её фото на кровати. Слава богу, что в одежде». Это было неожиданно. Заказ отгрузили, так как креативность надо поощрять. Да и оплата уже к тому времени пришла. Она делала заказы и в дальнейшем. Но фото мы у неё уже не просили. Садилась в маршрутку рядом с водителем. И, о чём-то задумавшись, несколько раз силой пыталась закрыть дверь к Газели. Но не получалось. Подумала, что дверь заедает. Опомнилась только после криков молодого человека. «Девушка, вы что творите?» Оказывается, он всё это время пытался залезть в маршрутку. Работал в магазине мороженого. Однажды какой-то паренёк дал мне 20 баксов и сказал, что это плата за следующего человека в очереди. Им оказался сварливый старик, который сообщил мне, чтобы я пошёл куда подальше. И что он в состоянии сам за себя заплатить. Муж стал жаловаться, что пропала его любимая майка. Дня не было, чтобы её не вспомнил. Как-то его срочно вызвали устранять прорыв крана в ванной практически ночью. Приезжает с вызова и помирает со смеху. Кран прорвало у его незамужней знакомой. Когда он подходил к квартире, из подъезда поспешно выскочил знакомый женатый мужик, пряча лицо. А во время работы в ванной мой муж обнаружил завалившиеся за ванну мужские трусы. В общем, мой благоверный ржал, как конь с полчаса. Но когда я спросила его «Хорошо, а майка твоя где?», его веселье как рукой сняло. Через несколько дней майка дивным образом нашлась. Зашла в переполненную маршрутку, взялась за вертикальный поручень. Маршрутка дёрнулась, и я, ухватившись за поручень, покрепче вырвала его. Испугалась, что будет скандал, и стала делать вид, что поручень остался на месте. Своим видом крепко продолжала держать его рукой. Мне помогал мужик, который тоже крепко держал этот поручень. Я ещё подумала, какой сердобольный человек. Но на остановке он взял поручень и вынес его за собой из маршрутки. Оказывается, это был карниз, который вёз этот мужик и просто крепко держал, чтобы я не упала. Свекровь рассказывала. Около 15 лет назад пригласили её на день рождения хорошие знакомые с другого конца деревни. Застолье провели на свежем воздухе. Всё было чудесно. Сын юбилярши отсыпался после ночного дежурства. Вышел не сразу. Когда же он присоединился к торжеству, опозорил и себя, и мать одной лишь фразой. Дело в том, что мясным горячим блюдом были куриные шашлыки из бёдрышек. Положил этот дитина себе на тарелку бёдрышка, беспомощно ковырнул его вилкой раз, два и протянул матери. Мам, пощипай, сними мясо с костей. Она беспрекословно даже с готовностью сделала это. Благодаря этому незначительному моменту, все присутствовавшие обогатились семейный юморной патронтаж выражением. Может тебе ещё пощипать? Купила сегодня билет в кино. Сижу, пью кофе. Неожиданно ко мне подходит парень лет 20 и говорит, «Девушка, вы ничего не подумайте, но я взял место рядом с вами, потому что от вас очень вкусно пахнет». Весь сеанс смеялись с ним. Он делал мне комплименты и угощал попкорном. А когда мы вышли из зала, он неожиданно спросил, какими духами я пользуюсь. Сказал, что хочет подарить своей девушке такие же. А так хорошо всё начиналось. Заехали на заправку. Муж пошёл расплачиваться, а я откунулась в телефон. Возвращается, садится за руль, выезжаем с заправки. Вдруг замечаю голые мужские коленки. Муж мой отродись шорты не носил. Поднимаю голову, за рулём чужой дядька. И тут я решил его тихонечко спросить, «А мы куда едем?» Дядька с визгом чуть ли не на ходу выпрыгивает из машины. Поржали, вернулись назад. Надо было видеть глаза моего мужа, который офигевший и с двумя стаканами кофе стоял рядом с такой же машиной, как у нас. А оттуда на него орала тётка. Приехала на служебной машине. Водитель меня высадил около входа в магазин. Выхожу из магазина, сажусь, пристёгиваюсь ремнём и говорю, «Поехали!» Молчание. Поворачиваюсь к водителю, а вместо него незнакомый мужчина с отвисшей челюстью. Видимо, от такой наглости и слова сказать не может. Я говорю, «Извините!» И быстро убралась из автомобиля. Моя машина оказалась немного дальше от входа. Однажды в супермаркете передо мной в очереди на кассу стояла пожилая женщина и считала деньги для оплаты своих покупок. Сначала я не обращала на это внимания, но процесс затянулся и я подумала, что смогу оплатить её покупки или добавить денег, если ей не хватит. Когда я озвучила своё предложение, ко мне неожиданно подошёл охранник и попросил обратить внимание на товаре, который женщина хочет купить. Это были очень дорогие сыр, шоколад, мясо. Он сказал, что я не первая добрая душа сегодня, кто пытается помочь. В этот момент старушка быстро вышла из магазина. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.